перед войной основным угледобывающим районом был донбасс там производились там добывался и коксующий уголь и уголь для паровозов потери донбасса поставила страну на грань катастрофы не хватало топлива для производства электроэнергии для подвижного состава что такое дровяной кризис и в чем значение угольного бассейна воркуты которые начали разрабатывать еще перед войной рассказывает сергей сегачев дровяной кризис это название тоже условное поскольку в историографии пока не утвердилась его значение которое можно считать стандартом но мы называем его пока для удобства так почему он возник потеря донбасса поставила советский союз действительно на грань топливного голода в донбассе добывалось приблизительно 62 процента всех углей советского союза и когда мы эти 62 процента потеряли а вместе с ними потеряли еще в ноябре и подмосковный буроугольный бассейн но с более худшими углями то получилось что мы лишились вообще 70 процентов угольной базы и в связи с этим поскольку пришлось расставлять очень жестко приоритеты они были отданы на тот момент промышленности оборонной и металлургии которая выплавляла сталь броневую сталь цветные металлы и так далее транспорт был поставлен во вторую категорию приоритетов в этой обстановке народный комиссариат путей сообщения был вынужден перевести на дровяное отопление часть северных дорог то есть те дороги где была достаточно лесная зона для добычи дров и где можно было мобилизовать людей то есть хоть какое-то население было чтобы обеспечивать этим топливом низкокачественным дровами транспорт и что получилось когда перевели в конце ноября дороги с угля на дрова 41 года 41 года до 41 то есть возникать он начал именно тогда это где-то ноябрь месяц это все-таки такой низкокачественное топливо оно имеет совершенно другие свойства горения нежели уголь а другую зольность естественно паровозы теряли мощность железнодорожники делали все что могли на местах чтобы вести составы но естественно на таком топливе паровозы во первых могли вести уже меньше эшелоны они те по которым был сверстан план военный то есть количество вагонов например приходилось уменьшать с 50 до 30 переформировать состава а во вторых после нескольких рейсов на таком топливе многие паровозы просто выходили из строя и их можно было исправить только серьезным деповским ремонтом к моменту конца года вот эта проблема она встала в полный рост то есть вот это не выдача эшелонов стала сказываться на снабжении фронта самое главное и и второе у нас был блокированный ленинград которому тоже подходили дороги именно переведенные на дровяное отопление а то есть косвенно это сказывалось еще и на снабжении ленинграда но больше все-таки на снабжении войск которые готовились к прорыву блокады тогда вот в конце 41 начале 42 да то есть ведь очень было много попыток прорыва блокады но не без были не обеспечены топливом и подвозом своевременным подвозом боеприпасов что было сделано значит кризис полностью себя проявил приблизительно к февралю 42 года наступление на многих точках уже затормозилась но потому что снабжение не получали в том объеме который нужен был для пас для постоянного для успешных действий для успешных действий потому что бы и при расход боеприпасов очень большой техника выходила из строя нужно было подвозить это не обеспечивали развязка наступила в марте 42 года но первых феврале 42 государственный комитет обороны наконец отнес нкпс к первой категории чтобы все таки ему поставлялись те угли из того скудного остатка который был это раз а во-вторых в результате вот это вот нарушение снабжения всего северо-запада по итогам рассмотрения ситуации был снят со своего поста нарком путей сообщения лазарь моисеевич каганович и вместо него поставили начальника тыла красной армии генерала хрулева но его не освободили от должности начальника тыла или особо нет он совмещал совмещал две должности хотя это было тяжело и он как бы отнекивался от этого но партия приказала и значит он взял под козырек и в принципе он потом очень хорошо проявил себя за год с лишним на этом посту но в этом позже но в запасе у советского союза все-таки был еще один резерв который не 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 проявился к этому моменту должным образом это воркутинский уголь воркутинский угольный бассейн стал разрабатывать пчерский угольный бассейн скорее до северопечорская дорога а воркутинский угольный бассейн может быть лучше так так вот северопечорская дорога в новый угольный бассейн стала строиться с 1937 года довольно тяжелых условиях это была очень сложная стройка там были привлечены и заключенные в большом количестве но до войны она строилась таким обычным темпом без каких-либо там ускорений и когда наступила война стройку резко форсировали но смогли подвести железную дорогу без моста без двух больших мостов только к 25 декабря 41 года когда вот этот дровяной кризис уже бушевал вовсю и была не выдача локомотивов фронты недополучали снабжение это были конечно единичные составы потому что нужно было переправлять эшелоны через две реки печорую северную двину два перегруза дополнительных и окончательно этот второй угольный бассейн заработал к лету 1942 года когда вот эти два моста были в спешном порядке капитальных достроены и нормальные полноразмерные эшелоны пошли в фронту и кроме того они обеспечивали еще и ленинград тепло то есть когда наладили дорогу жизни а был еще и завоз угля туда воркута кормила ленинград но ленинградцев теплом в самом буквальном смысле потому что после потери донбасса естественно настолько жестко распределялся этот уголь что не хватало никому кроме самых-самых вот потребителей типа там танковых авиационных заводов металлургии и все и таким образом северо-печорская линия у нас заработала летом и хоть какая-то замена донецкому бассейну донбассу была ну конечно она была в 3-4 раза меньше чем донбасс как добыча но тем не менее в условиях войны это просто был это спасение серьезные это просто настоящее спасение да для для вот угольного баланса стран ну и я так понимаю что немцы тоже понимали это и пытались забросить десантную группу чтобы уничтожить этот ключевые мосты через печору совершенно верно а был в истории войны такой и очень интересный факт как печорский десант действительно немцы адекватно понимали значимость этой линии и что если она будет как-то перерезана надолго то опять вот советский союз вернется к ситуации угольного голода на какое-то время вот они смогут более свободно воевать как то они отобрали вот уже по моему в сорок втором году ряд военнопленных многие военнопленные конечно шли от того чтобы не умереть просто туда вербовались чтобы как-то выжить так вот да они значит завербовал завербовали группу начали ее готовить причем командиров десантников был назначен бывший колчаковский офицер лев николаев был такой подготовлена была операция достаточно в дорогостоящем таком виде выделили для этого два кондора то есть это самолеты дальнего действия которые могли но у них радиус действия почти две с половиной тысячи в один конец это очень большой для тех времен стартовали в норвегии в нарвике с этой группой ушли до карского моря чтобы пво советская не не опознала их сразу зашли с севера и выбросили десант в районе печерского моста одного из этих двух стратегических в итоге получилось 12 диверсантов очень хорошим снаряжением для них выбросили порядка десяти авиационных контейнеров с вторым кондором там у них было 48 наганов 12 автоматов ручной пулемет легкий миномет даже их снабдили большое количество патронов 300 килограмм взрывчатки в толовых шашках и в других вид ну все вот эти подрывные средства гранаты разных систем противопехотные магнитные мины чтобы они могли свободно маневрировать тем оружием ну которые они по соприкосновении с объектом сочтут правильно потому что они были и магнитные мины и фугасные и противопехотные небольшие они могли маневрировать различным оружием то есть брать вот ну и там у них еще была идея что можно поднять восстание среди заключенных так сказать помимо всего прочего помимо подрыва они еще собирались поднять восстание чтобы потом нам захватить какой-то они считали что в лагерях это удастся легко там и лагерные пункты по всей дороге и они так полагали что если они пойдут вдоль линии током навербуют себе еще возможно несколько сот а то и тысяч человек и будет такое значимая проблема для советского союза в тылу но в общем то все это очень быстро провалилась потому что во первых сами диверсанты кроме их главаря они не были уверены в том что ну надо воевать против советского союза мы не упомянули что это было 5 6 июня 43 года когда уже прошел сталинград а сталинград в мозгах большой переворот у всех произвел да и у немцев и тех кто сотрудничал с ним тех кто на них работал вот и в итоге те диверсанты которые были подчиненными они через шесть часов после высадки когда они собрали вот эти контейнеры и собрались вместе они просто-напросто застрелили командира десанта вот этого колчаковского бывшего офицера и пошли сдаваться в ближайший лаг пункт где вызвали фурор и огромное удивление потому что в принципе не были готовы к такому повороту событий никто не ожидал никаких мероприятий не было хотя самолет заметили и сообщили по инстанциям что вот мы видели но каких-то вот таких вот мер не было предпринято вот естественно что после того как они сдались и с ними работали значит уже офицеры смерша были предприняты повышенная охрана дороги значит уже стали прочесывать вот эти вот все глухие места и интересно то что вот этих вот сдавшихся диверсантов которые в общем-то ну они были в плену они были завербованы немцами после проверки в фильтрационных лагерях их освободили и часть из них уже призвали в красную армию как обычных бойцов и никого не преследовали вот такой интересный момент